Чёрное зеркало Годовщина мирной попытки. Два года назад было подписано второе Минское соглашение. Сейчас очень сложно найти в стране эксперта, который бы не согласился с тем, что Минский процесс заходит или уже зашёл в тупик. Остановить нельзя выполнить. Очень важно понять, где в этом предложении уже пора ставить запятую. Я приветствую аудиторию. Спасибо, что пришли нас поддержать. Приветствую гостей, экспертов и политиков. Спасибо, что пришли отвечать порой на неудобные вопросы. Начать хочу сегодня с Тараса Костанчука, главы объединения участников АТО «Справедливость». Тарас, скажите, пожалуйста, два года назад вы могли предположить, что по стечению вот этого времени не будет выполнен ни один пункт Минских соглашений? Ну, два года назад я верил, что эта влада народная. Два года назад я верил, что наконец-то мы имеем уряд и Верховную Раду, которая что-то делает для Украины в первую очередь. Два года назад, конечно, я верил, что Минские угоди – это хотя бы начаток, хотя бы там вимушенный, но крок до того, что мы получаем мир в своей стране, что мы получаем назад в Донецкую, Луганскую область, и те части, которые загарбаны Российской Федерации. Конечно, я не мог бы предположить, насколько все в стране пойдет не так, как должно быть, не так, как должно было бы развиваться в стране, которая переживает войну. У нас Верховная Рада, которая не помнит про загибших, потому что не начинает она свои пленарные заседания с хвилини мовчания за втратами минулого дня или минулого тижня. У нас Верховная Рада, которая не принимает законы, которые нужны для того, чтобы выиграть войну, а один одному рассказывает про то, что этот закон нужно принимать для чего-то. У нас безглуздя и абсолютно какая-то абсурдная ситуация в стране. Два года назад я бы вернул бы оружие против уряда, против врага в середине страны. Если бы я знал, с чем это закончится через два года. Два года назад я бы дал команду на то, чтобы поменять владу. Теперь это просто нонсенс какой-то. Ну, здесь возникает вопрос, что дальше? Ответить я на него попрошу попытаться ответить Валерия Калныша. Валерий, скажи, вот если два года прошли вот так, таким образом, можно ли надеяться на 2017-й тогда? История, наверное, такая штука, когда не все, что происходит плохо, этим плохо является и продолжение будет плохим. Поэтому шансов, конечно, есть. Другое дело, что всей власти, тем людям, от которых зависит развитие страны и вообще будущее ее, в какой-то момент надо просто остановиться и посмотреть, что они наделали. И сделать из этого выводы. Потому что так дальше в любом случае именно в этой стране продолжаться не может. У нас есть опыт и майданов, и свержений власти. И каждый, кто принимает решение, должен где-то думать о том, что и для него это может закончиться точно так же. Владимир Фисенко. Скажите, а вы заметили, как в последнее время изменилось заявление наших партнеров в западных странах? Если раньше были прямые обращения к агрессору, то в последнее время мы слышим и читаем только заявления о прекращении огня, необходимости прекращения огня и предотвращении гуманитарной катастрофы. На самом деле это связано с событиями в Авдеевке. Тут нет ничего удивительного, это абсолютно правильное заявление. И, кстати, возобновление переговоров в нормандском формате, потому что два месяца, фактически с конца ноября, начала декабря, никаких официальных переговоров не было в этом формате. Это тоже связано с событиями в Авдеевке. Но, вот что мы должны понимать, вот вы сказали, мы не знаем, где ставить запятую, но проблема в том, что не мы можем поставить точку. То, что есть проблемы с выполнением Минских соглашений, очевидно, давно же очевидно. Но если мы первыми поставим точку, скажем, нам такой Минск не нужен, то мы будем выступать в роли поджигателя войны или продолжателя войны. Мы подставимся в этом плане. Вот в этом проблема. И для нас Минск это не стратегия, это не формула мира. Это, кстати, было понятно еще тогда. Это скорее тактика. Тактика. Тактика выживания, тактика противодействия российской агрессии и тактика взаимодействия с западными союзниками. Что касается риторики. Понимаете, риторика поменялась, вернее, только формируется новая риторика у американской администрации. И для нас очень важно, что хотя бы уже вернулись тезисы о поддержке Украины, о противодействии российской агрессии и о сохранении санкций за Крым. Вот это уже очень важно. А вот среди европейских политиков, боюсь, что будет доминировать, скажем так, режим ожидания. Потому что выборы. Апрель-май выборы во Франции, а потом еще в июне парламентские выборы. В сентябре выборы в Германии, в Бундеставре. Владимир, но не опасен ли нам этот режим ожидания? Вот эта смена риторики уже дала повод многим экспертам сказать, что запад на сегодняшний день волнует только то, чтобы на Донбассе не стреляли. А его дальнейшая судьба, в общем-то, ну, тихо и хорошо, знаете? Вы знаете, я не совсем с этим согласен. На самом деле, часть западных политиков волновала, вернее, вот эта позиция, чтобы не стреляли на Донбассе. Она была характерна для них и в конце 2014 года, когда еще были первые минские соглашения, и в феврале 2015 года. Это задача минимум, и задача первоочередная, хотя бы, чтобы не стреляли. Чтобы кровь не проливалась. А вот, что касается мира, каким образом достичь этого мира, единства в позициях и там нет. Есть вот иллюзия, которая, кстати, проявилась в позиции немецкого посла. Давайте выборы проведем, даже если там будут российские войска. И это якобы даст мир. Это вот такая, знаете, такой наивный романтизм демократический, присущий некоторым европейским политикам. А иногда это лицемерие откровенное. Потому что таким образом прикрывается оппортунизм. Мы готовы на любые компромиссы, лишь бы там не стреляли, и лишь бы нас это не доставало. Борислав Березов. Когда мы говорим о минских соглашениях, давайте говорить честно. Минский исчерпал себя. Что ждать от него, если мы посмотрим на формат переговорной группы, я думаю, украинцам ничего хорошего ждать нельзя. Минский сегодняшний день, его задачи... На сегодняшний день, я не вижу ни одного человека от парламента, который бы был отправлен туда. Это раз. Второе. Задача Минска на сегодняшний день, давайте откровенно так же говорить, это имплементация... А я не перебивал вас в следующий день. Ну хорошо. Она может о чем-то договориться. Так вот, на сегодняшний день мы видим, что задача Минска это вернуть нам Ордло и имплементировать их фактически на законодательном уровне. На условиях интересных России. Нам это не подходит. Раз. Второе. В любом случае, в любом случае, давайте говорить откровенно, нам понадобится действительно какая-то переговорная группа. Нормандский формат, отлично. Но, почему мы ждем, почему мы сами не инициируем набор законов, пакет законов, который бы по-любе помог бы нам решить будущие проблемы. Например, нам нужно реинтегрировать эту территорию, да. А людей надо реинтегрировать, конечно. Так неужели нам не помешает закон подтверждения гражданства сдать язык, сдать историю Украины, сдать целый набор пакет, пакет, который необходим, и только после него человек получает право голоса. А это самое главное, что должно интересовать в данный момент Украину. Николай Шторик. Вы знаете, вот только что прозвучала фраза в отношении того, что позиция посла. МИД Германии четко заявил на следующий день, что это не позиция посла. Это позиция МИДа Германии и Федеративной Республики Германии. Это первое. Второе. Когда мы говорим о Минских соглашениях, что они утратили свой смысл, то я думаю... Я удачу даже понимание немецкой стороной... Я думаю, что это, ну скажем, хорошее рассуждение для коммунальной кухни. Но и эксперты, и государственные деятели должны говорить о том, какая альтернатива для Украины может быть невыполнение Минских соглашений. Вот когда эксперт, который близок к администрации президента, говорит о том, что Минские соглашения это не наша стратегия, это тактика, фактически говоря о том, что это тактика по затягиванию времени, я думаю, что это лишнее подтверждение того, к чему ведет нынешняя власть. О том, что единственный путь для нас это Минские соглашения, в очередной раз сказали наши гаранты выполнения этих соглашений, главное это Германия и Франция. Это подтвердила новая администрация Соединенных Штатов Америки. И когда говорится опять же о том, что вернулись тезисы о поддержке Украины, они никуда не уходили. Никто из официальных представителей Соединенных Штатов Америки, ни предыдущей администрации, ни нынешней администрации, ни разу не говорил о том, что Украину не надо поддерживать. Украина должна сама защищать свои интересы. Если наша стратегическая цель это возврат территориальной целостности и мира в нашу страну, то мы, мне кажется, должны прислушаться к нашим международным партнерам и выполнить Минские соглашения. Если мы говорим об Авдеевке, как о том, что погибли десятки людей, разрушена инфраструктура по обе стороны от линии разграничения. Это все территория Украины, это все наши граждане. И я считаю, что только что говорилось о парламенте. Мы парламентская президентская республика. Да, за внешнюю политику отвечает президент. Но то, что парламент полностью отстранен от имплементации Минских соглашений, я думаю, что это видят и понимают все. И парламент должен сказать свое веское слово и активнее в этот процесс. Здесь вот важный вопрос. Отстранен парламент? То есть парламент самоустранился от решения этих вопросов? Виктория Апташин, как вы считаете? Знаете, по-перше, я хочу зауважить, что мне очень странно слышать от представителя Украинского парламента, что, начебто, Украина должна выполнить Минские соглашения. Не Российская Федерация, которая их не выполнила, а Украина, которая и огонь прекратила, и отводила технику, что не сделала Российская Федерация. И, ну, принаймні, на международной арене точно мают звучать другие меседжи. Мают звучать меседжи про то, что самая Российская Федерация порушила абсолютно все условия и жодного разу их не выполнила. А пока мы находимся в этом режиме ожидания, о котором говорит Володимир Фасенко, я считаю, что нам нужно расширять этот нормандский формат. Потому что, когда у нас пройдут президентские выборы в Франции, когда пройдут президентские выборы в Немеччине, нам очень сложно стать в этом формате. Адже вы видите, какие меседжи звучат, например, от кандидата, от кандидата на французские выборы. А мы можем, мы в праве, мы в силах на сегодняшний день, мы расширять. Великобритания – страна, которая нас поддерживает, от которой не звучат меседжи про необходимость проведения выборов на оккупированных территориях. И я считаю, что Великобритания может быть нашим стратегическим партнером. А когда, я извиняюсь, кандидат на президентских выборах Франции Марьи Лепен заявляет, что Крым, начебто, всегда был в Российской Федерации, я не понимаю, каким образом мы сможем коммуникувать в этом формате с этой человеком. Но, возможно, уже сейчас нужно об этом думать и заниматься стратегией. Поэтому я и говорю про то, что мы должны шукать возможности и шляхи расширения этого формата с одного боку. С другой стороны, мы должны тиснуть абсолютно на всех наших международных партнеров и всюди коммуникувать. Не то, что Украина должна выполнять меседжисти, Украина была готова выполнять, и много примеров показала. А то, что самая Российская Федерация ничего не выполняет, никакой техники не выполняет. Возможность влиять на наших международных партнеров в этом подтверждение. Спасибо. Возможность влиять и о чем-то просить наших международных партнеров будет уже скоро. На следующей неделе состоится Мюнхенская конференция по безопасности. Готовится встреча Нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Что там может прозвучать? Что-то новое, обнадеживающее для Украины? Вы в это верите, Сергей? Вы знаете, я хочу дещо иншу тезу, но я обовязково відповім на ваши питания. Вы знаете, я дозволю себе не погодиться с деякими коллегами, которые выступали перед мной. Я буду против этого, потому что, на жаль, мы очень часто не обговорюем Минские угоды, а мы обговорюем то, что Петро Порошенко рассказывает нам про Минские угоды. Но это немного разные вещи. Вот фурор выкликал... Деяки выступающие говорят, что Украина должна выполнять Минские угоды. И фурор выкликала заяву немецкого посла. А я читаю текст девятого пункта Минских протоколей. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, кома, которое должно начаться в первый день после местных выборов. Я это выполнять не буду. Сергей, но вы в иностранных точках до этого пункта. Я ж вас не перебиваю. Виведе иноземных войск до, а контроли за кордоном после, а все другие, которые там находятся. Я это выполнять не буду. Я два с половиной лет скажу про то, что эти Минские угоды – шлях в никуда. И я щиро радый, что мы сегодня все это понимаем. Это шлях в никуда. Это иллюзия Петра Порошенко. Ближе к моему, Сергею, можно все-таки? Я хочу нагадать, что этот план, когда он подписывался два с половиной лет назад, в вересне 2014 года, он назывался «Мирный план Путіна-Порошенко». И это мирный план Путіна. И точно не Порошенко. Не кодекс мер по выполнению предложений и инициатив двух президентов. Нет, вы ничего не путаете. Повертаюсь до вашего питания, чи можно менять форматы. Форматы менять можно, когда ты что-то для этого делаешь. А когда мы весь час, вместо эффективной работы, говорим про то, что у нас единственный шлях – это Минские угоды, то, конечно, мы не сможем найти. Я погоджуюсь с коллегой Пташник, яка каже, что Великая Британія – очень большой друг Украины. И они зацикавлены были бы помогать нам в этом вопросе. Но скажите, пожалуйста, если украинская официальная влада любая пропозиция Великой Британии приединиться к нормальному формату? Или обговорилось это вопрос, допустим, с американскими нашими партнерами? Вот мы были несколько недель назад в США и проводили несколько встреч с американскими сенаторами. Вы же прекрасно понимаете, если хоть немного разбираться в международной политике, что подобное предложение страна делает после очень плотных, долгих, кулуарных переговоров. Правильно? Але я вам скажу иное. Мы задавали это вопрос американской стороне. И они сказали, первое, такой работы никто не ведет. И второе, таких пропозиций никто не делает. Конечно, если такую работу не делать, то всегда можно сказать, мы не можем расширяться, мы не можем ничего делать, потому что нас никто не хочет. Мои контакты, припустимо, с британскими парламентарями говорят про то, что они готовы серьезно рассматривать эти вопросы на рівне британского парламенту. Те встречи, которые у нас были в США, говорят, что на капиталистском холме они готовы эти вопросы рассматривать. Действительно, адміністрация формуется. До речи, по санкциям. Тут есть определенная манипуляция, потому что санкции вводились дважды. Санкции вводились одни по Криму. Четыре раза. Одни по Криму, ну, дві группы санкций было. Всі четыре раза по Криму. Одни, ні. Одни были по Криму, а другие в связи с Донбасом. Не плутайте санкции, которые вводила Рада Европы, которые вводились только по Криму. И американские. Поэтому говорить о том, что санкции по Криму они оставят, а все другое они будут обговорювать. И последним временем, на жаль, именно такая риторика звучит. Это говорит о том, что в принципе в американском истеблишменте обговорюется возможность, на жаль, снижения уровня санкций. Сергей, ну, вы так долго говорите о Вашингтоне и говорите о своих там контактах, очень крутых, но не отвечайте при этом на мой вопрос о Мюнхене. Я могу предположить, что в Мюнхене у вас пока контактов, наверное, нет. Раз вы не хотите отвечать на поставленный мной вопрос. Я понял, но зато вы озвучили все главные тезисы, которые хотели озвучить. Спасибо. Максим Курич, вы очень долго тянули руку, пришло время вам отвечать, но вначале придется ответить не за себя, а за того парня. Я имею ввиду Алексея Гончаренко. В преддверии Мюнхенской конференции, в преддверии Мюнхенской конференции, вам не кажется, что член Вашей партии что-то перестарался, переусердствовал с подготовкой базиса для успешных переговоров? Вы как вообще расцениваете поведение Алексея Гончаренко возле стен немецкого босса? Зам руководителя фракции. Я расцениваю поведение Алексея Гончаренко, нашего коллеги, как проявление эмоций. И более того, я разговаривал с Алексеем, и мне кажется, что он уже сам признает, что он слишком вспылил. То есть это была его личная инициатива? Вы его не делегировали? Это была его личная эмоция. Хорошо, а Алексей не думал о том, что после его эмоций, эмоции могут возникнуть у наших немецких партнеров? Вы знаете, вообще, я вам хочу сказать, что после вот этого вот слов посла, не заявления, не было никакого заявления немецкого посла. Были просто слова из зондирующего интервью. А не надо путать слова из интервью и заявления. Это очень важно. На дипломатическом международной арене это очень важно. Максим, вы путаете нас, и от ответа не уйдете. Поэтому я хочу на него ответить. Так вот, говорю откровенно и прямо, что и вообще вот эти вот слова посла, они просто показали, каким образом сегодня осуществляет и воспринимает все эти подобные слова украинское общество. И это говорит о том, почему сегодня пробуксируют, в том числе и Минский процесс. Совершенно очевидно, что Минский процесс сегодня буксует по двум главным причинам. Первое, Россия продолжает стрелять, вижу, и убивать наших людей. И второе, позиция украинской власти сегодня остается непоколебима. Никаких выборов на Донбассе до тех пор, покуда наша территория не будет под контрольной границей. Хорошо, Максим, я так понял, что вы нас... Подождите, подождите. Вы уверены, что выходка народного депутата, замглавы фракции БПП, не повлияет на отношения Германии по отношению к Украине? Более того, более того, более того. Я не могу сказать, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать. По французской не пошел. Хорошо. Потому что в силу своей любопытности, Алексей, это очень важно. А то, что фракция БПП блокировала трибуну? И не только фракция БПП, там были еще и другие депутаты, которые блокировали трибуну. Там были осколки самопомощи, которые сейчас к самопомощи немецкого отношения. И те депутаты, которые, к сожалению, показали свое двойное дно, возле трибуны во вторник, они осуждают слова посла и говорят, бойкотируем прием у немецкого посла и не идем в качестве выражения нашей консолидированной проукраинской позиции. А некоторые народные депутаты, как Сергей Ильиченко, идут в США. Ну, посмотрите, я ни в чем вас не обвиняю. Тише, тише, Максим, просто со стороны кому-то может показаться, что фракция БПП начала нервничать и перестала доверять нашему главному партнеру в Европе, Германии. И чем-то даже ее оскорбило. Убедите меня, что это не так. Я думаю, что я лично и многие мои коллеги по фракции дают четкое замечание тому, что многие европейские политики сегодня остаются мыслить на уровне 2014 и 2015 года. Не понимая то, что сегодня Украина живет в другой реальности в 2017. И украинцы сегодня четко отдают себе отчет, что слишком высокая цена была заплачена. Мы его услышали. Спасибо. Василий Поветчук, вопрос к вам как эксперту по внешней политике. Как вот этот найн на обломках немецкой берлинской стены может повлиять на позиции Украины и на отношения к Украине во время Мюнхенской конференции? Это будет иметь жесткие негативные наследки. Это плювок. Кусок берлинской стены – это и символ единства Немечкины, это и символ освобождения Немечкины. Это очень серьезное осознание того, чем сегодня Немечка. И вот так намалювать на таком памятном месте такие слова – это и плювок в сторону Немечкины. Это безперечно. Попри то, что официально Берлин, конечно, как разумная, уважена нация, как дипломатия, которая думает, что делать сегодня и завтра, они будут дотриматься спокойной риторики. Они только честно сказали, что это не можно делать. Но, на самом деле, это запоминяют. И так же, как очень далеки шаги стосовно американских выборов в США запоминяют, так же, как и комментарии стосовно многих других наших соседних стран, это запоминяют. Так же, как и сейчас, что происходит в Франции, так же, как и комментарии с приводу министра, как у них справа Австрии. И это все, это все враховывается. И рано или поздно, они уже стали, дозвольте, закинуть. Я думаю, что мы можем игнорувать то, что про нас говорят. Но, почитайте, то же самое интервью немецкого посла. Воно уже есть свидетельством того, что в Европе изменяется ставление до конфликта. Нам очень мягко все-таки вказать, чего от нас ожидают. Нам может это не понравиться, но это сейчас все больше стает спольною позиции Европы и Соединенных Штатов. От нас ожидает компромисс. Самое слово компромисс было основное в этом интервью. Нам это может очень не понравиться, но, на жаль, без компромиссов выйти из нынешней катастрофической ситуации на Сходе Украины неможливо. Мы можем не согласиться с тем, что говорит немецкий посол, но, по сути, он повторил то, что написано в Минских договорностях. Нам может не понравиться Минские договорности, но, извините, это наши внутренние проблемы. Для мира президент Украины, он единственное право говорить, выступать от имени Украины. То, что он погодил, есть сгодой государства Украины. Больше того, Минские договорности есть документом, в котором был поддержан Раду Безпеки ООН. Рада Безпеки ООН погодила Минские договорности, мы не можем их порушить. О каких рамках компромисса можно говорить? Какой компромисс, опять же, в каких рамках, возможно, уже обсуждается в Кулуарах? Кто-то знает подобную информацию? Это предмет переговоров. Эти переговоры хоть на каком-то уровне сейчас ведутся или нет? Или это только размышления? Я думаю, что сейчас ведутся очень активные переговоры в Кулуарах, на СМП, в Средине Европейского Союза. Сейчас ведутся очень активные консультации в Вашингтоне. Обговорится очень много идей. Причем, эти идеи могут, ну, про это нужно сказать, представители украинской власти, я думаю, что есть много идей, которые не соперечат Минску, но могут на данный момент развязать этот тупик, который создан всеми недолугостями Минских договорностей. Например, проводить какие-то новые элементы в действии Минского процесса. Например, переходную администрацию, переходный период, как-то уменьшить эти соперечности, которые сейчас есть. И есть много конструктивных идей. Нема только политической воли, чтобы эти конструктивные идеи обговорились. Главное, что сейчас нужно отшановленных политиков, это перестать готовиться к выборам, перестать подогревать кровь своим выборцам и начать, наконец, думать о государстве. По некоторым выходкам у посольства политики иногда к выборам, о выборах предстоящих думают больше. Кстати, Михаил Головков, вы представитель у нас здесь, скажем так, более радикальной партии, чем блок Петра Порошенко, да? Как вы считаете, вот это хороший метод поведения политика, как просто гражданского активиста? Имеет ли право политик на такие радикальные действия? Добрый вечер, студия. Ну, я думал, что он напишет Гитлер Капут, но, видимо, написал онлайн, то есть... Но эту тему можно обсмеивать, можно даже превращать в анекдоты очень долго, если бы это не было так грустно. Ну, насправді, дійсно, сумно-сумно за рівень наших політиків і взагалі, як себе веде діюча влада, тому що це є представник сьогодні коаліції, представник найбільшої фракції, пропрезидентської фракції в парламенті. І я хочу сказати, що ми багато говорили про Мінский процесс, але багато хто, в кого наших політиків, є така хвороба камнезія, і вони періодично свою позицію люблять змінювати кожних там три месяца чи півроку. Тобто, три півроку тому назад більшість в сесійній залі і взагалі тут студії говорили абсолютно протилежні речі. Але час помінявся, ситуація змінилася, кон'юнктура, відповідно, вони вже підлаштовуються під сучасні потреби. А я хочу нагадати, що ще два з половиною роки тому ми зразу з перших днів засуджували Мінські домовленості Свободи і вважали, що те саме можна переремняти, як би сіла жертва з маняком домовлятися про давайте не вбивай мене, там не гвалтуй, а краще люби і шануй. Оце десь так виглядало. Я хочу вам нагадати, 14 рік, 16 вересня, в сесійну залу, де президент Порошенко зайшов і без журналістів, з виключителим таблом поставив на голосування закон про легімітизацію терористів, амністію терористам, про, так би мовити, особливий статус Донбасу, впровадження, це ж все ж було проголосовано, але під тиском суспільства ці речі не прийнялися, ну так, товаристов, згадайте. А потім після цього було, 31 серпня, 15-му році. Я хочу нагадати, Олексій, я до того вів, Олексій, я до того вів, почекайте, я вас не перебував, я вас не перебував, я вас правильно, не набув чинності через те, що 31 серпня, ну не перебувайте мене. Коли люди вийшли до парламенту, ви пам'ятаєте події, гранати і жертви, як впроваджувалася Конституція через коліно, через парламент. Але суспільство не прийняло і зал зараз теж не готовий голосувати зміни до парламенту і легалізовувати терористів. Ну давайте говорити чесно, хоча ви говорили абсолютно інші речі на той час. І тому я хочу сказати, що Україна не готова сприйняти сьогодні взяти терористів, легалізовувати їх, провести там вибори і з ними рахуватися, цього ніколи не буде. І українці на це ніколи не підуть, і готові навіть боротися за це і воювати. Це план Путіна, який хоче сьогодні Москва реалізувати. І тому ми на такі кроки не підемо. Я хотів би тільки ще сказати одне, що Донбас може бути прийнятий в Україну, дійсно, але на тих умовах, коли там будуть зачислені всі терористи, коли там буде наведений порядок і вибори там зразу проводити не потрібно. Бо там ще дуже довго треба викорінювати оцю московську агентуру. Дякую. Борислав Березов, це довго прося слова, коротка ремарка. Наверное, ви хочете нам рассказати, як ви будете с Алексеем Гончаренко в послі ездити? А ви знаєте, я відвичаюся від всех остальних. Я хочу сказати Лєшу Гончаренко спасибо за те, що він зробив. Я об'ясню, почему. Говорят, що емоціональний посыл був, що він, мол, емоціонально виплеснув. Так я благодарен, що він тільки так виплеснував. Мог же прийти і нагадити на ступеньках посольства. І сказати, що вийшло в нього по-другому. Борислав, це не смешно, тому що це про що нам дару. Але сміяться можна довго. А я об'ясню, секундочку, Алексей, я об'ясню, почему. Потому що о чоловіке написали все. О чоловіке написали экономист, Дерцайтунг, новозеландська преса, японці. Притом, ні одного позитивного слова. Так, може б, все-таки що-то не так сделано? Кроме того, я хочу сказати, що якщо за сутки до цього МИД України осудив то, що кольців Польщі зрісували во Львові, то почему промолчалося зараз? Це непонятно. Це абсолютно непонятно. Це двойні стандарти, які недопустили для країни, яка пітається сказати, що вона європейська. І вторе, по поводу заявленья посла і всього іншого. Так, давайте говорити так, у нас було три роки для того, щоб провести реформу і змінити країну. Назовіть мені одно міністерство чи ведомство, яке кардинально змінилось благодаря реформу. Такого нет. Вторе, на сьогоднішній день ми видим информационну войну против нас, России, в Європі. І ми видим, що действительно агресивні действия России в інформаційному плані і імпотентність української власи привела к тому, що от нас устали. От нас устали і хотять скоріше решити любим способом. Не можуть решити. Поэтому, единственный вариант, який я на сьогоднішній день вижу, це меніться самим. Інакше, інакше, Європа действительно опустит руки. Пойміть, ми не нужні Європі слабою, проблемною і больною страною. Ми нужні Європі сильной, богатой держави. Сергей Рудок, я тільки що услышав, ви тут розповіли, що ви цістену устанавливали у посольства. Я просто вже не хочу дальше обсуждати цінцидент. Замарфоза була в моїй історії, як заступник мера з питань міжнародної політики. Я відповідав за встановлення і перелізав стрічку. Була в них установка в кожній країні світу встановити уламок Берлінської стіни. І десь так по життю я час від часу переглядаю, що ж там відбувається, що відбувається з стінами, уламками цих стін в інших країнах. От подивіться, зверніть увагу, в інтернеті, молодь, ви маєте можливість з цим користуватись. Вона практично кругом обмальована. Але от коли Василь Філіпчук говорив, що наш найн – це плівок в євроінтеграцію, ну там були гарніші розказані. Чому наш найн – це плівок? А чому всі обмальовані в інших країні? Мені її обрисовують зам голови парламентської фракції? Можна вопрос. Не будем перебільшувати вчинок Олексія. Давайте згадувати першу причину. Німеччина наш головний союзний зараз, Сергій. Перша причина цього вчинку полягає в тому, що німецька сторона допустила неприпустимі речі. Сказувати нам на те, що ми маємо проводити вибори в присутності російських окупантів. Сергій, давайте я не буду вас перекрикати. Вот скажіть, пожалуйста, у вас друзі в жизни є? Безпоряджу. Ви ніколи нічого не прощали? Прощав. А Германия – наш самий близкий друг на сьогоднішній день в цьому мірі. А ми воюємо. Возможно, треба несколько раз подумати, прежде чем указывати другим на возможні ошибки, а просто садиться за стол переговорів і говорити. Я би на місці Олексія перешов той день... Сможно миритися після того, як ти плюнеш людину в лицо, понимаєте? Я би на місці Олексія вивішав фотографії вбитих українців, дітей, дорослих, піля німецького посольства замість цього най. Але не перебільшити це вчин. Хорошо, давайте закончим, наверное, с этим поскольку в Германии меньше обсуждають поступок Алисей Гонченко, чем детям визитута в Украине. О чём-то более глобальні? Вопрос. Два вопроса представителям... Очень коротко. Я дам Сергею обязательно, ещё есть время. Ну что ж обижаю? Друзья, то, что вы говорите, напоминает такой конец одеского анекдота. Или снимите крест, или наденьте трусы. Получается очень простая ситуация. Он помог, ну наденьте же трусы. Президент сегодня говорит о том, вернее вчера, я прошу прощения, говорит о том, что эта позиция никак не соответствует позиции нашей политической силы, хотя Гончаренко является заместителем руководителя фракции. Вы сейчас Гончаренко защищаете. Германия наш главный, не просто друг, а это страна, от которой мы полностью зависим. В этой связи у меня вопрос к вам, как к представителям БПП, которые вот так защищают вашего однопартийца. Это позиция Гончаренко или это позиция партии? И второй вопрос. Николай, ну я же уже выяснил у Максима, это была личная позиция Гончаренко. И второй вопрос к вам. Когда вы говорите никаких выборов, и когда вы говорите выполнение Минских соглашений? Выборы чётко записаны в Минских соглашениях. Объясните, пожалуйста, как вы собираетесь это делать? Объясните, пожалуйста, как вы собираетесь. Вы врёте обществу. Ваша политическая сила врёт обществу. Вы говорите на международной арене одно, а в стране другое. То, что хотят слышать в стране, вы говорите в стране. А то, что хотят слышать за рубежом, вы говорите там. Николай, я вам отвечаю прямо глядя в глаза. Прямо вам отвечаю. Мы стремимся к миру. Мы хотим мира. Но мы хотим мира не любой ценой, и не путем, и не ценой капитуляции Украины. До украинских условий, и по нашим правилам, и по украинским законам. Спасибо. Дмитрий Добродомов, давайте все-таки о Мюнхене. Наверняка вопрос о ситуации на Донбассе будет там обсуждаться, возможно, даже вот с таким накалом, да, с такими же страстями. Очень важно понять, мы будем объектом переговоров или стороной переговоров? Там не будет переговоров в Мюнхене. Это просто дискуссия. Обсуждение объектом. А вот 17 числа в Бонне, если в Бонне будут переговоры, там будут переговоры в нормальном формате. Дмитрий Дмитрий Дмитрий, в данных переговорах, мне жаль, мы, как правило, являемся объектом. Я все-таки, кажется, не хочется повертаться, я задал один дуже хорошее питание, на який никто не ответил. Я спробую свою думку сказати с этого привода, вы сказали, так, а что ж парламент на це? На две части разделим все. Большое, я бы хотел все-таки закинчить. Друзья, ну мы все прекрасно понимаем, а кто я такой Алексей Гончаренко, так? Колишний зазятый регионал, який опинився в блоге Петра Порошенко, не просто опинився, а стал заступником КНК фракции, є особой очень доверенною до президента. Поверьте, без ведома президента, я гарантую, на такие витягки бы не пішел, при этом его вдаванном авантюризме. А вот для чего он это сделал? А вот вопрос, для чего он это сделал, так? Можем, напередуне. И, ну, была бы представа, в очевидении, и все негативные до этого ставятся. Треба все-таки шукати у этих пунктов мінских домовленностей, где певные речи, нам же, мы же постоянно это делаем. Это что, мы первый раз от посла почули? Я перепрошу, вы что, забыли, что говорили министры закордонных справ, то есть же Німеччина и Франция, про первое выполнение политической договоры, значит, была эта договоренность. Сейчас, сейчас, взаимоповязано. Да, взаимоповязано, правильно. Это будет корректнейше, правильно, так? Но это же постоянно лунает, так? Значит, эти перемоги, значит, эти перемоги не идутся, и мы до конца, мы, не те, что люди, народные депутаты до конца назад, а теперь, повертащись в сессийную залу, что может сделать Верховная Рада в парламентскую, нагадаю, президентской республике. Будь ласка, делаем три кроки, которые сейчас являются очевидными. Принимаем закон про окупованную территорию, забороняем торговлю, и, в очевидь, возможно, при этой эскалации, которая есть, вводим локальный военный стан. А что делается в процессе локального военного станка? Я вам скажу, никаких выборов не проводится. Дмитрий, законодательство Украины предусматривает ведение локального военного. Есть, да? Конституция. Есть, да? Конституция. В составе страны можно, можно локально. Можно, можно. Спасибо, спасибо. Конституция. Но выборы не проводятся на всей территории Украины. Но есть такая подозра сейчас, так? Это же не просто так. Вы понимаете. Я противник и прихильник, так же, как и все тут в студии, я бачу, так, что с первого выведения виз, потом кордон, нормализация, конституционный лад, украинский конституционный лад там, и лишь потом выборы. Но мы бачим риторику наших партнеров, которые посилаются, так? В том числе и на Минские угоды. Я просто Сергею Власенко, вот те, что он цитовал, они постоянно поднимают ось эту тему, постоянно, так? Ну, и это и прогресс на наша ситуация, даже в переменных, и мы это далее и далее бачим. Я еще раз скажу, это не просто вытягивка эмоциональная, когда человек, покликавши камеры, взявши баллончик, так? А человек, который полностью каждый свой крок узгодживает на Банкове, раптом пошла и сделали это. Дмитрий, ну все, мы вас поняли, но, Дмитрий, извините меня тоже, пожалуйста, но уже мы сейчас просто повесим всех собак на Гончаренко, и в результате еще обвиняем его с реверненского процесса. Но передача наших вопросов, передача Милкина и Бонна, так, это очень серьезная речь. И я бы и простую вытягивку бы не называл. Понятно. Друзья, я даю слово Сергею Катлину, потому что он сейчас взорвется просто, Сергей. Все, что накопилось, пожалуйста. Я хочу вас, Алексей, поблагодарить за то, что вы дали мне последнему слово, да? Нет, еще не последнее. А, ну из Питера, крайне не уходим. Сергей, и это не последнее слово. Если вспомнить то, о чем вы все говорили, вы говорили обо всем, о чем только можно было говорить, но никто не сделал, как бы, смелого прогноза и не предложил решения. И не сделал реального вывода, о котором, кстати, кроме вас, наверное, знает вся без исключения страна. 99% простых украинцев. Суть его следующая. Вспомните, дорогие друзья, хотя бы одно соглашение за все 25 лет, которое по отношению бы к нашей стране было выполнено. Будапештское соглашение? Хрен там нет. Забрали ядерное оружие, дали бывшее употребление пожарные машины. Пожарные машины, да? Все. Обезглавили нашу страну, фактически обезоружили. И сегодня мы один на один с русскими, которые имеют самый большой ядерный потенциал. Вторая история. Европейские союзы и Украина. Пожали руки, договорились. Страна пролила кровь. Погибли молодые ребята за право нашему государству, цивилизованному, нормальному государству, которое все вышло на улицу бороться за свой европейский выбор, быть европейской семье. Насколько мы продвинулись? Мы-то продвинулись. 144 изменения внесено фактически в тот план, который нам был предложен. Мы много поменяли. Но с той стороны рука не протянута. Дальше. Безвиз. Тоже. Сколько обещаний? Нас не ждут там. Нигде нас не ждут. И сегодня также Минск. Минск-1, Минск-2. Я вам хочу сделать прогноз. Будет Минск-100. Будет Минск-100. Почему? Почему об нас вытирают ноги? Потому что мы никогда не были стороной в международной геополитике. Мы не были никогда стороной. Почему мы не были стороной? То сами виноваты. Парламент виноват. Администрация виновата. Кабмин виноват. Украинская политика виновата. И немножко виноват народ. Посмотрите, что происходит в парламенте. Сегодня пятница. 20 человек. Вчера было 40 человек. Позавчера было 60 человек. Условно говоря, на работе. Но вы хватанули 50. Всего лишь 16 было перед закрытием. Послушайте, нету единства в стране. Партии друг друга раздирают. И народ виноват в чем? В течение 20 лет выбирают тех же людей, которые проваливали украинскую позицию в международных переговорах. Поэтому выход здесь только один. Нерешим мы через Минск проблему с этой войной. Нерешим мы через Минск ситуацию с Ордо на востоке. Нерешим мы через Минск возвращение Крыма. Нерешим. Нам нужно сегодня всему народу объединиться и избрать в принципе новую власть. В принципе. Понимаете? И это новая власть. Я закончу. Это очень важно. Я же ждал целый час. Это новая власть. Я проверял выдержку. Нужно обратиться к украинскому народу. Обратиться с призывом к единству. Если нужно, будем воевать за каждый кусок нашей земли. Если нужно, будем единым большим фронтом защищать Крым, защищать Восток, возвращать Восток. Нужно будем новые территории завоевывать. И повести новую элиту, нашу новую, повести нашу страну к этим победам. Нужна новая элита, которая придет на следующие 20 лет и за 20 лет сделать эту страну лидером в Европе. И социал-демократическая партия готова взять за это обязательство. Для начала Третьей мировой войны и крестовом походе Украины я забираю во слово Валерий Калныш. Вернемся на нашу грешную землю. Прогноз все-таки, с чем Украина, скорее всего, вернется из Мюнхена. С хорошими новостями или с плохими? Прежде всего, про Мюнхен. Это будут первые смотрины внешней политики администрации Трампа. Там будет вице-президент Френс. Майкл Френс, да. Там будет отдельный вопрос про Украину. Поэтому то, что мы туда поедем, это хорошо. Там будет президент Порошенко. Знаете, я немного тоже про немецкого посла. Я несколько имею отношение к этому интервью. Его делал я вместе с моим коллегой Максимом Каменевым. Знаете, я одно такое человеческое впечатление во время общения. Ну, когда мы эту фразу услышали, она тоже, в общем-то, покоробила. И там, если по тексту интервью посмотреть, мы вопросы задавали, что, в общем-то, это невозможно. И знаете, уже после интервью я понял, что, как мне казалось, посол несколько удивился. Он удивился тому, что мы не знаем о такой позиции Германии. Что мы, вроде как бы, обсуждаем этот вопрос постоянно на всех ток-шоу. Я понял, что мы проинформированы в полном объеме по позиции украинской стороны. О тех позициях, которые нам выдвигают западные страны. И после интервью, после Гончаренко я связывался с коллегами из посольства. И они говорят, слушай, а что мы такого там сказали? Ведь вы же так все это знаете. Мы говорим, нет, мы не знаем. Получается так, что наша внешняя политика, она делается без нас. Нам показывают только те тезисы, нам показывают только те положения, которые нас успокаивают. Обществу не готовы рассказать и показать всю ту кухню, в которой формируется внешняя политика по отношению к нам. И это интервью, это большой момент именно для нашей власти. Это очевидные вещи. Мы не обговорюем Минские угоды, мы обговорюем бачение Порошенко по Минских угодам. А это разные вещи. Это принципово разные вещи. Петр Олексійович, даже коментирующий те висловы западных политиков, которые являются публичными, позволяет себе некорректно их подавать. Поэтому, конечно, я согласуюсь с паном Валерием, что украинское общество слышит не то, что есть на самом деле. А знаете, помните старый радянский выслов «Видеть мир глазами Синкевича». Вот мы видим Минские угоды очи Порошенко. Тих, кто не имеет отношения к глубокой политике. Василий Филипчук, а вы согласны с тем, что мы знаем, и все правду об отношении наших западных партнеров? Я не совсем согласен. Что касается позиции Германии, Франции, я напомню. Когда к нам приезжали два министра иностранных дел, вот я сказал, о взаимоувязке вопросов безопасности и политических вопросов, они говорили это на пресс-конференции. Сказать, что это скрывают, как-то утаивают. Вон и уговорили, ключевое слово. Нет, вопрос, кто что хочет услышать. Вон и уговорили, это ключевое слово. Нет, так они говорили, правильно. Но дорожная карта составляется по имплементации. Совершенно верно. С другой тем, то, что Порошенко с этим не согласен, он об этом говорит. Так что давайте разделять позицию Украины, позицию украинской дипломатии, которая не соглашается вот как раз с тем, чтобы политические пункты выполнялись раньше позиции безопасности. Позиция украинской дипломатии другая. Сначала вопросы безопасности, а только потом политические пункты. Многие эксперты сейчас говорят о том, что западным политикам все сложнее объяснять своим избирателям поддержку Украины. Когда Украина в ответ радует только коррупционными скандалами, громкими задержаниями без посадок, объемами воровства, провалом реформ и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Угольком с оккупированных территорий. И многие ведь пугают, что интерес запада к нам может просто угаснуть. Но реформы хвалят. Но реформы хвалят. Алексей, в чем? Реформы хвалят. Алексей, простите. То, что мы не успели ощутить их на своем кармане, каждая домохозяйка, это еще не означает, что они не знают. А мы успели. Ну, кроме скорика, и он каплен. Ну, то есть хвалят нас все-таки. А вы посмотрите заявление буквально сегодня. Заявление, заявление в Рюсселе, которое мы звучали. Проблема в том, товариство, что в нас произошел диссонанс, потому что, когда Петро Порошенко, президент, приехал на Минские договоры, а перед тем, вы знаете, склад делегации Кучма, Медведчук, Шуфрич и так далее, ну, чтобы они могли договориться, так он согласился на эти договоры. А приезжая в Украину, он понимал, что украинцы против, и выполнять их не будут. И никто имплементовать Донбассу... Согласитесь, я никогда не выступаю ничьим адвокатом. Но я и против вот таких вот манипулятивных каких-то вещей, когда вы упрощаете это все до уровня какого-то анекдота. Мы все прекрасно понимаем, что подобные вещи решаются намного сложнее. И, наверное, объяснять их не таким образом, Василию, Василию, Василию. Друзья, сколько можно усолить эти Минские договоры? Уже два года им будет. Давайте все-таки смотреться в будущее. Давайте все-таки решим, что мы дальше делаем. Чи мы идем воювать, чи мы договоримся? Как мы видим в будущее жизни порядка с Россией, которая нас напала? Как мы видим решение вопроса Крыма? Чи нам все-таки нужно готовиться для того, что завтра будет война? Чи мы все-таки используем дипломатию, чтобы договориться? Давайте про будущее все-таки решим. Давайте честно скажем, что Минские угоды себе вычерпали, треба бы шукать и инший шлях. Для того, чтобы думать о будущем, наверное, в этой стране нужно научиться еще и работать. Вот сегодня, Валерий, сегодняшняя Верховная Рада. В зале, Борислав, сколько вы сфотографировали перед закрытием депутатов? Нет, 12 человек было фотографии, 6 человек стояло ряд. 18 человек всего находилось ровно в 14.00 в Верховной Радисе. Валерий, можно назвать этот парламентом воюющей страны? Борислав, вы положили какие-то пытания, заходи на обговоре, Валерий. Вы зачитывали эти работы. Попробуйте уйти с работы, где вы платят деньги раньше времени, неважно, есть работа или нет. Борислав, вы повторяете мои слова на прошлой программе. Так работаешь. Сейчас Алексей говорит, а вот это общая писание, я не могу это понимать. Что, после сессийного зала, после сессийного заседания, все мают идти домой? Я не понимаю. Еще раз, пятница, есть работа. Вика, 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 извините, я не хочу обвинять, но хочу напомнить, вы наемные сотрудники, мы требуем избирателей от вас, чтобы вы работали. Давайте, давайте, глядячам нашим, не говорите, не такую иллюзию не створювати, що начебто работа відбувається, під час того, коли Оксана Іванівна Сироїд зачитує запити. Ну, я дуже вибачаюся. Смотрите, что дальше? За закон. Смотрите, а не только, а не только, а не только, когда вы не фотографируете, не мают же здесь, не мают. Абсолютно я с вами погоджусь, так и делаем. Валерий, извините, не я перебил, не я не дал ответить. Я предлагаю нашей аудитории немного остыть во время рекламной паузы. Зрителям предлагаю дождаться начала следующей части ток-шоу «Черное зеркало». Это «Черное зеркало». Это «Черное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо вам большое, что дождались. Дискуссия в первом часе показала, что среди присутствующих народных депутатов очень многие недовольны ни внешним, ни внутренним курсом страны. Но при этом немногие и влияют на этот курс. Возможно, не хотят, а возможно, и не могут. Есть ли понимание у нашей власти и у нашего народа, куда же мы все-таки идем? Вот об этом я предлагаю сейчас поговорить. И вот сейчас я снова оттолкнусь от того, чем мы закончили. 16-12 человек, которые сегодня остались к моменту закрытия парламентского заседания. 18, хорошо. А должно быть минимум 226 до принятия решений. Напоминаю зрителям, а возможно, кому-то из депутатов, которые нас сейчас смотрят. Я сразу скажу. Ну, вот сюда, как правило, приходят люди, которые и на округи ездят, и пленарные заседания не пропускают. Я все это проверяю и смотрю на статистику ваших посещений, как вы подаете законопроекты. Но вынужден я допрашивать вас за работу ваших коллег. Вы уж терпите тогда что-то от меня для того, чтобы вы толкали сидящих рядом. Понимаете? И для этого мы, наверное, и делаем. Первый мой вопрос. Нет ли, наверное, к вам, Владимир, нет ли у вас ощущения, что реальная политическая жизнь, она уходит из парламента? Ко мне? Да. Ну, знаете, я вот о чем подумал, когда вы так критически оценили наших парламентариев, их посещаемость. Я тоже критикую за эти прогулы. Но я, когда бывал в Канаде, в некоторых европейских странах в парламентах, мне все время говорили в парламентских демократиях, парламентских, а не президентских, мне говорили, что решения принимают не здесь, а в правительстве. Правительство формируется парламентом, но именно правительство определяет, какой курс страны. В президентских странах, в президентской администрации. Но вот парламент должен играть роль репрезентатора, представителя различных интересов. И он должен высказывать свою позицию по всем ключевым вопросам. Высказывать жестко, так, чтобы и президент, и правительство ее слышали. Вот в этом главная функция парламента. И сразу же у меня возникает вопрос, когда в последний раз вы слышали жесткую позицию по какому-либо вопросу из стен нашего парламента? Ну, к сожалению... Вообще, происходит ли там обсуждение ключевых вопросов? Вот что важно, вот на этой неделе пенсионную реформу обсуждали везде. В Вашингтоне обсуждали. В Киеве кто? Алексей, обсуждать пока нечего. Насколько я понимаю, рабочая группа создана, но нет еще окончательного проекта пенсионной реформы. Поэтому обсуждать пока нечего. Но, я с Вами согласен, что серьезные вопросы не обсуждают. Больше выясняют отношения. Кому-то рукав оторвали, кому-то, извините, морду побили. Вот простой пример. Можно по-разному относиться, но вопрос о заочном правосудии. Владимир, я не согласен с Вами, когда Вы говорите, что обсуждать пока нечего. Нет, нет, есть что, было что. Парламент должен это обсуждать. Было что. Пенсионная реформа. Обсуждали. Пол страны ждет кто-то с ужасом, кто-то с интересом. Чем все это закончится? Это отразится на судьбе каждого украинца. И эта инициатива должна исходить из парламента, а не навязываться из Вашингтона, а не спускаться сверху. Алексей, пенсионная реформа это не повышение пенсионного возраста. Первый заместитель профильного комитета, главы профильного комитета. Суть пенсионной реформы это каким образом ликвидировать дефицит пенсионного бюджета. Хорошо, пенсионная реформа, окей, согласись с Вами. Пока нет рецепта, нет рецепта. А какие другие обсуждения Вы слышали в парламенте за последнее время? Тем масса. Пенсионное самоорудование, кондиционный суд, повышение пенсии, зарплаты. Коллеги, дело в том, что работа в парламенте заключается не только в сессионном зале голосовать за кнопку, желтую, красную или зеленую. Работа в парламенте это еще кропотливая работа не только на округе, но еще и в комитетах, и в рабочих группах, законопроектами. Круглые столы, в дискуссии. Поэтому то, что видят люди в сессионном зале, когда видят... Участие в ток-шоу. Участие в ток-шоу для кого-то, для многих. Когда люди видят в сессионном зале, что происходит... Максим, сразу не соглашусь. Даже на ток-шоу... Даже на ток-шоу мы очень редко слышим от вас, какие-то, о каких-то судьбоносных вопросах для страны. Вот у меня возникает вопрос. Хорошо, какие еще новости мы можем узнать от Запада, например, на следующей неделе? От Евросоюза. Ну, если на этой неделе мы узнали новость о том, что, оказывается, у нас будет пенсионная реформа из Вашингтона. Не будет, Алексей. Стоп, 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 стоп. Ну, по крайней мере, мы в это верим. Она будет, но она не будет из Вашингтона. Мы говорили в конце прошлого года о том, что в 17-м году... Мы новости знали оттуда. Будет монетизация субсидий и льгот, кропотливая, серьезная работа. Это то, чтобы люди смогли деньгами получать свои льготы. Не мистические деньги, пропасть выбрасывали 17-25 лет подряд. А сегодня это будет происходить на конкретные карточки. Вот это пример, посмотрите. Проблема в другом. Сережа, давайте говорить правду. В том числе, это объективности ради, Вита, влияет на посещаемость сессионного зала. Если сессионный зал забросали законодательным спамом, который не имеет абсолютно никакого общего, главными проблемами людей, которые сегодня решают... Максим, выслушайте меня. Друзья, вот поймите, Бог уже с ней с посещаемостью. Страна, наверное, уже научилась даже закрывать на это глаза. Я напомню, вот у вас есть ощущение, как у народного депутата, у вас у всех, что мы живем, я напоминаю, в парламентско-президентской республике. Можно я... Рой парламента на сегодняшний день вас устраивает? Вам не кажется, что депутаты или их устраняют от политической жизни в стране, или они самоустраняются? А еще большая часть разгильдяи, которые не хотят брать на себя ответственность. Я не хочу прозвучить, когда каждый раз у вас говорят о том, что если... Парламентарий должен брать на себя ответственность за будущие страны, для того, чтобы смотреть людям прямо в глаза. А у нас все больше популисты и все пропадщики. Это не парламентарий. Давайте так, когда у нас говорят про законодательный спам... Вы мой вопрос поняли или нет? Да, я сейчас проверю, я объясню, когда говорят про законодательный спам, то я хочу напомнить одну вещь. Один из первых законопроектов, который мы вместе с Дмитром Ярошем подали, это был о правах защиты добровольцев. Первый законопроект, два с половиной года назад, о том, чтобы добровольцы получали статус участника боевых действий, об их защите интересов. Дважды законопроект, два с половиной года не может законопроект попасть в сессионный зал. Законопроекты, которые подаются оппозиционными депутатами, в зал не попадают. Вообще. И не только. Можно? Можно, Сергей. Нет, вы следующий, Борисович, захочет вы следующий. Дальше. Я хочу сказать, когда мы начинаем рассказывать о том, что парламент не поднимает тот или иной вопрос, не совсем так. На этой неделе в парламенте достаточно часто обсуждалось три вопроса. Первый вопрос о том, что в зале никто не будет голосовать, за исключением отдельных депутатов, за выборы на Донбассе. Сейчас, до того момента, пока не будет безопасности и восстановлен мир на Донбассе. Раз. Второе. Началась опять тема подниматься о короткоствольном оружии. Да, действительно поднимается тема. И вот Сергей Махайзон знает в курсе. Создается даже уже рабочая группа о том, чтобы сделать закон, о том, чтобы был закон о праве каждого украинца защитить себя. Второе. Если государство не может выполнить свои функции, то оно обязано дать такую возможность гражданам защищать самих себя. Два. Третье. Действительно обсуждаться начал вопрос о пенсионной реформе. Но знаете, о чем говорят? А кто-нибудь знает, какая будет пенсионная реформа? Нет. Почему? Не было рабочих групп, не было круглых столов, не было обсуждений. Поэтому парламент зачастую обсуждает то, что есть на повестке дня. А повестку дня, извините, формирует коалиция. И поэтому мы не можем на это влиять. Извините. Если вы не знаете... А парламент, напоминаю, в нашей стране должен определять путь развития всего государства. Можно. А вы мне сейчас признаетесь в том, что вы не влияете на эту повестку. Ну, правильно я понимаю? Я пытаюсь понять. В парламенте есть коалиция и оппозиция. Поймите вы это. Коалиция это большинство. Оппозиция, меньшинство. Коалиция формирует повестку дня. Но коалиция украинского парламента игнорирует права оппозиции. На полностью. И самое интересное, что у нас в стране регулярно меняется коалиция-оппозиция. А правило остается всегда. Кто коалиция, тот давит оппозицию. Ну, снова же. Снова же. Спокойно давайте разберемся. Без истерики такой риторики. Спокойно давайте. Спокойно мы любим. И найдем самое главное решение. Итак. На мой взгляд, этот парламент выполняет одну функцию. Все 25 лет. Это инкубатор для новых министров, премьеров, лидеров фракций, партий и новых президентов. Это единственная функция, с которой этот парламент справляется. Там зажигаются звезды и люди потом за них голосуют. Все. Все остальное решается в администрации президента, в комитете министров, там и в партиях. На Туровской там, ну и когда-то будет у меня решаться в партийном офисе. Правильно? В СССР Демократической партии. Теперь, какое решение? Все, важный факт. Я точно знаю, как это сделать в течение полугода. Полгода. И будет идеальный порядок. Причем парламент. Сергей, вы только что обещали реальные какие-то вещи. Я же реальные вещи. Вы потом поймете, что реально все будет. Первая составляющая. Вторая составляющая. Стране нужен четкий курс. Мы не имеем такого права на роскошь иметь премьера без четкой, очень детальной, очень понятной, вразумительной для всего народа программы действий. Третья важная составляющая. Я убежден, что для нашей страны форма правления, где парламент играет ключевую роль, парламентская президентская республика, он обреченный и он приведет к банкротству и расчленению страны. Нам необходимо, это мое глубочайшее убеждение и позиция моей социал-демократической партии. Нам нужно перегружать полностью власть, тотально переизбирать, изменять конституцию и возвращаться или идти вперед к президентской форме правления государством. Чтобы один человек без премьера, президент, с парламентом, который будет помогать, взял ответственность за будущее этой страны и за несколько лет провел уникальные для мира Европы реформы. Это тот путь, которым мы все равно будем идти, что бы вы ни говорили. Мне не повезет нам в статье и демократ. И последнее. А если диктатора вырастим? А если диктатора вы не вырастите? Диктатора вы не вырастите, потому что тот человек, который изберут следующим президентом, это ответственный, прекрасный, замечательный социал-демократ. Зеркало? Зеркало, да? И последнее. Что касается пенсионной реформы. Я первый заместитель главы комитета по вопросам пенсионной реформы. Я мог бы сейчас очень долго рассказывать, сколько рабочих групп проведено, круглых столов, сколько внесено разнообразных законопроектов, инициатив в плане, в части пенсионной реформы, пенсионном страховании государством, недгосударственным. Какие сегодня есть проблемы? Но за два года работы в парламенте и год работы в комитете, я понял одну простую вещь, которую я бы хотел поделиться. Пенсионная реформа, ее суть, она не может быть вырвана из контекста всех реформ в стране. Потому что единственный ответ, на который должна дать вопрос или проблема пенсионной реформы, это где взять бабло? Где бабки взять? На пенсии. Взять их можно. Дефицит на сегодняшний день пенсионного фонда уже катастрофический. Есть два пути, где можно взять. Первый путь это повысить пенсионный возраст для девушек, для женщин, точнее, для мужчин, да, максимально. Вот, и таким образом сократить нагрузку на пенсионный фонд. Есть второй путь. Экономить. Экономить на депутатах, сделать так, чтобы их было 100, а не 450. Экономить на министрах, сделать так, чтобы их было не 26, где все гумовья устроены, а было 4-5, как это в Европе. Экономить на районных администрациях, их не нужно 500, их достаточно 100, областных даже достаточно 10-15. Ну и что даст экономия на депутатов? Сколько пенсионеров можно прокормить на вашу зарплату? Подождите, это только один фрагмент. Дальше. Борьба с контрабандой, борьба с коррупцией, введение смертной казни за коррупцию и за преступление против государства. Нам нужно переучреждать страну, менять глубоко конституцию, чтобы найти бабки и заплатить по долгам нашим пенсионерам дорогим, которые нам сделали фабрики, заводы, дороги. Спасибо, Сергей. Сергей Рудов. Нет, Сергей, достаточно. Одна секунда. Я внес законопроект, как первый заместитель главы профильного комитета. О повышении, о повышении, о повышении минимальной пенсии до 3200. Это наше обязательство. Да, ты прав, Борислав. И нужно у партии забрать государственное финансирование. Нехрен народному фронту 100 миллионов в год давать. Хорошо, раз уж вы заговорили о повышении пенсии, вот президент сегодня заявил, что вслед за минимальной зарплатой в Украине все-таки должны вырасти пенсии. В этом году может произойти такое повышение? У нас есть два. У нас есть... Секундочку. У нас для этого есть экономический эксперт. Мария, пожалуйста, скажите вы, объективно, может это случиться или нет? Есть основания? Ну, то есть, подушка вот эта финансовая есть у страны, чтобы и пенсионерам дать денег? Ну, смотрите, тут на самом деле очень емко сказано, да, бабло найти надо. Вот, и я не думаю, что урезая там зарплаты в Раде или урезая количество депутатов, эти деньги можно найти, потому что пенсии и социальные выплаты это 17% ВВП, это очень много. 17% вместе с социалкой. С социалкой, да. Вместе с социалкой это 17%. Это очень много пенсионеров, у нас 12 миллионов человек. ЕСВ, социальный внос, у нас платит 10 миллионов человек, да, и у этих 10 миллионов, у там 3,7 миллиона из них зарплата минимальная, то есть ЕСВ там копеечный. Соответственно, ну, надо что-то искать. Мы просто не можем себе позволить повысить пенсии. Повысить пенсии надо при этом обязательно, потому что, опять же, да, по той же статистике, из одиноких пенсионеров, у тех, да, кого некому поддержать, 6% не ест горячую еду каждый день. Это Укрстат. То есть, ну, на самом деле для меня это были такие немножко шокирующие, да, данные, ну, как вот человек, там, 21 век, европейская страна, горячая еда. Почему так происходит, что можно сделать? Да, это повышение пенсионного возраста. Да, это вот эти вот льготы, которые имеют пенсионеры, госслужащие, ученые, да, какие-то еще люди просто, которые там себе каким-то образом в разные годы получали льготные пенсии. Пенсия может быть льготная 10 тысяч грн, при этом минимальная 1600. Вот эти льготные пенсии нужно сократить, да, это так называемая параметрическая реформа, когда мы смотрим, какие слои, да, какие люди получают какие пенсии, и просто немножечко, да, уравниваем, да, это не всем будет приятно, но люди будут есть горячую еду каждый день. Что можно еще сделать? У нас примерно 5% выходит на пенсию еще раньше пенсионного возраста. То есть мало того, что в Европе люди идут на пенсию в 63-67 лет, да, при, вот, в общем-то, это богатые страны, они могут себе позволить выходить раньше, да, и кормить большее количество людей, но нет, они выходят в 65-67. Что они имеют из-за этого? Они имеют более высокую пенсию. В Украине на 100 гривен зарплаты, если вы будете получать пенсии, вы получите 40. А в Европе, если вы получали там 100 гривен зарплаты, то пенсия у вас будет примерно 70. То есть ваш уровень жизни не обрушится, да, и это не будет таким стрессом, и это не будет такой беден. Ну, то есть придется экономить, но не нищенствовать, это разные вещи. Даже, в общем-то, сильно экономить не придется, потому что пенсионеры, ну, тратят, как правило, меньше, чем работающие люди. Ну, положаться в чем-то, да. Егенизация. Егенизация еще. Да, это третий способ, значит, здесь на самом деле... Спасибо, спасибо, мы поняли. Нет, вопрос у меня будет вам после всего этого сказано. Сначала хочу, у нас есть целый замминистра финансов. Евгений, скажите, а как в министерстве сегодня восприняли заявление Петра Порошенко о необходимости повышения пенсии? Ну, и сроки, когда пенсионерам ждать? Я бы хотел сразу зазначити, что при подвищении минимальной заработной платы до 3200, сразу уряд говорил про то, что необходимо работать и готовиться к соответствующей пропозиции, что до пенсионной реформы. И я тут абсолютно погоджусь с нашим экспертом, шановным, про то, что в любом случае нам сегодня пенсионную реформу нужно проводить, оскільки тот уровень пенсионного забезпечения, который сегодня есть, он не влаштовывает никого, в первую очередь, пенсионеров. И поэтому, как раз на сегодня основная дискуссия должна идти над тем, каким мы чином мы сбільшим пенсию, для того, чтобы наши люди могли отримать все-таки достойное пенсионное забезпечение, принаймні, не те, как сегодня. И сегодня, правда, пропрацовывается много пропозиций, працюет Министерство финансов, социальная политика, Святовые банки, залучаются другие эксперты для того, чтобы все-таки работать, какие шляхи возможны для того, чтобы выйти из этой ситуации. Евгений, я знаю, вы не любите делать прогнозы, но я все-таки попрошу, хотя о сроках и о суммах. Вы можете сейчас говорить? Я не хотел бы на сегодня конструкцию, что термины, я думаю, что однозначно в этом году должно проводить соответствующую пенсионную реформу и, скажем, принаймні принимать решение про то, что какие параметры должны происходить по пенсионной реформе. Андрей Блинов, а как вы считаете, как вы считаете, пенсионерам стоит ждать существенного повышения или это будет очередная сотня? Ну, послушайте, вот мы сейчас обсуждаем заявление президента, но мне такое впечатление, что никто и здесь, и сам президент не читает, собственно, главный финансовый документ на год. Есть бюджет, в котором четко написано, какая будет минимальная пенсия в этом году. Андрей, я думаю, что его не читали в парламенте, многие принявшие его. Мы сейчас не будем это обсуждать. Смотрите, 1 мая, 1 декабря у нас поднимаются социальные стандарты. Сегодня 1200, по-моему, 43 гривене минимальная пенсия. И, соответственно, она будет повышена приблизительно на 10% в течение этого года. Дайте мне удостоверение президента на неделю, я вам найду 10 пенсий. Я вам найду на неделю, понимаешь? Но не вам, конечно. У вас заберут, и людям разберут. Сергей, спасибо за конструктивное продолжение нашей беседы. У вас все? Андрей, продолжайте, пожалуйста. Поэтому я, конечно, соглашусь с коллегами в том плане, что искать деньги для пенсионного фонда можно с любой стороны. Со стороны доходной части, расходной. Действительно, правильно сказали коллеги, что ключевой вопрос – это дефицит пенсионного фонда, который в этом году 141,5 миллиарда гривен. Он практически не изменился, несмотря на повышение минимальной зарплаты до 3200, потому что в прошлом году он был 145 миллиардов, сейчас 141 – это не столь существенно. Но мы должны понимать, что сейчас мы в любом случае говорим о параметрах не ранее 2018 года. И вообще это очень плохая привычка, если мы начинаем говорить, а давайте уже чего-нибудь успеем сделать в этом году. Но это приводит к бюджетно-налоговым ночам, после которых весь первый квартал украинские бухгалтеры, финансовые директора, эксперты, они не спят ночами и разбираются, что же мы там напринимали. И в парламенте часто возникают, кстати, законопроекты, направленные на срочное исправление ситуации. Андрей, как вы считаете, пенсионную реформу откуда нам ждать? Нам ее навяжет МВФ или она все-таки родится? МВФ ничего не навязывает. В чем сейчас причина задержки транша от Международного валютного фонда, который, по-моему, все политики проанонсировали? МВФ говорит, одно из ваших критериев, которые мы вам ставим, сокращение дефицита пенсионного фонда. Украинское правительство, в частности, в лице вице-премьера Розенко говорит, нет, мы ни в коем случае не будем повышать пенсионный возраст. Окей, говорит МВФ, напишите, только не общими словами, а конкретно, вот что вы сделаете в рамках этой самой параметрической реформы. По стажу военнослужащих, по спискам 1-2, по другим каким-то шагам, значит, без повышения пенсионного возраста, который нам четко покажет этот график, сжатие дефицита. Ну или, например, переход на накопительную систему частичный. Вот этого четкого документа действительно нет, я согласен, что парламент для того, чтобы что-то обсуждать, у него должно быть 2-3 варианта, и тогда парламент становится местом для дискуссии. Но вопрос обсуждает ли парламент, спасибо, Андрей. Но у нас есть много вариантов, но мне кажется, они не оформлены. Максим, вы просите слово, я хочу вам напомнить. Еще осенью МВФ, о котором, раз уж мы заговорили, требовал, ну, наверное, с десяток выдвинул требований, да? И там не только пенсионная реформа, там и полномочия НАБУ. А парламент вообще думает что-то по этому поводу? Дискуссия там есть или нет? Или парламент устранился от этого вопроса, тоже отошелся? Те, кто хочет и нацелен на результат для того, чтобы поднять пенсии, а не просто об этом переживать и говорить потом на эфирах, они работают. А те, кто используют для того, чтобы кричать, что все пропало и лить на мельницу в воду, они просто сидят и куда в стороне. Андрей, когда выступали эксперты по пенсионной реформе, мне многое стало понятно, думаю, и зрителям. Давайте, чтобы, когда выступали и народные депутаты, тоже становилось понятно. И мы видели, какие дискуссии идут в парламенте. Поэтому, дискуссия относительно прекращена. МВФ, что уже на пороге принятия в виде законопроектов хотя бы? Мы стоим на серьезном этапе не просто обсуждения, а подведения и запуска пенсионной реформы. Снимаю полностью напряжение. Я хочу понять, вы настолько серьезно к ней уже готовы, что нам объясняют, что можно сделать эксперты, но не депутаты? Максим, скажите тогда основные моменты этой пенсионной реформы. Я на сегодняшний день абсолютно поддерживаю заместителя министра финансов Капинуса, потому что не может сказать, на какую сумму произойдет осовременивание пенсии. Что вы хотите реформировать? О концепции и о том, о чем прекратили дискуссию. Повышения пенсионного возраста не будет, потому что пенсионная реформа партии регионов в 2011 году, когда дефицит бюджета пенсионного фонда был 40 миллионов, не поправдал себя. Сегодня дефицит бюджета пенсионного фонда 140 миллионов. А повышение страхового стажа будет? Откуда деньги? Максим, а что со страховым стажем? Страховой стаж на сегодняшний день говорит о том, что он себя оправдывает, он не может быть меньше, он не может быть меньше. А больше он будет или нет? Он не может быть больше. Речь идет о другом. Речь идет о его наличии, друзья. Обратите внимание, то, что сказал эксперт. На сегодняшний день в Украине 16 миллионов трудоспособного населения, занятого населения. А взносы, единый социальный взнос, пенсионный фонд платят только 10%. Теневая занятость. Пенсионизация теневой занятости, это источник для повышения пенсии и сокращения дефицита бюджета. Прямо этого, оно может быть або больше, або меньше, або где-то посередине. На жаль, вот эту дискуссию у нас начинал пан Володимир Фисенко, который сказал, что в нормальных странах все решает уряд. Это не совсем так. В парламентской демократии. Так, насправді в парламенте створюється большість на идеологічних засадах, яка вирішує стратегію. А уряд розробляє тактику, як її виконувати. На жаль, у нас в парламенті немає жодної идеологічної більшості. У нас немає жодних стратегій. У нас, на жаль, немає жодних дискуссій. У нас что, прийшов премьер-міністр чи профільний віце-премьер, який доповів бачення Кабміну, як вони хоча би прогнозують судову реформу? Ні, цього не було. Що, вони зібрали думки, почули депутатів? Ні, цього не було. Це буде все, як завжди. Вони щось придумують там в кабінеті міністрів. Ну, як правило, це таке, що воно на голову не налазить. Вони вкинуть це в останнюю ніч. Потім прибіжуть до парламенту і скажуть, якщо ви це не приймете, МВФ не дасть грошей. Отак це, на жаль, працює. І це точно не має ніякої відношення до парламентської демократії. Спасибо, слово еще дам. При цьому, грустка репліка. При цьому. При цьому суть перемовин з МВФ, це таємниця за сім'ю початками. І від депутатів, і від українського народу. Ось і все. Сергій, ви хотіли щось додавити? Да. Колеги, я хотів би зазначити, що перш за все, якщо подивитися, як уряд, принаймні, це і працює, то коли подавався бюджет, він подавався якраз в щитко визначеній державою терміни. І було обговорення повне від початку до завершення всіх моментів, всіх питань, які виникали. Якщо ми говоримо... Я ще раз повторюю, що насправді на сьогодні ми повинні знайти можливість сформувати стабільну систему пенсійну, яка дозволить отримувати в довготривалій перспективі пенсію на належному рівні, яка дозволить все-таки нашим пенсіонерам не думати про те, що в них там буде пониження пенсії, а сподіватися на те, що вона буде розкритима. Ніколай Скорик, вам слово і хочу вам напомнить, як називається наша ця частина, куди йдем, со знаком вопроса. Є лише понимання в нынешній парламенті, куди йдеться і парламент, і куди йдеться країна за собою? Ми сьогодні в цій частині програмі затрагували дві теми. Це коаліція і пенсіонна реформа. В отноші пенсіонна реформа представітелі власні, представітелі Кабміна, представітелі коаліція готучи говорять ось таке. Нам МВФ говорит, що ми маємо зократити дефіцит пенсіонного фонду, але це всі слухи, що ми будемо повишати пенсіонний рост, це всі слухи, що ми будемо повишати пенсіонний стаж, ми якось зократимо, а дуже правильно сказали, т.е. віночні ніч прийдуть і скажуть, що необхідні веці, які ми читаємо, їх нужно зробити. Пенсіонний рост ви повисили. Максим, я вас не прерывав. Ми не будем, а ви повисили. Я вас не прерывав. Вы не успеете, я вас переизберут через 3-4 месяца. Второй момент. Второй момент. В отношении того, куда мы идем. Вот то, что вы спрашиваете, Алексей. Если говорить о том, что мы имеем на сегодняшний день в парламенте, коалиция, которая не существует, для того, чтобы начать работу, опять же, кто первый, парламент или правительство, кто главный, кто определяет политику и так далее. Определяет коалиция, когда подписывает коалиционное соглашение, она его выполняет и обеспечивает своими голосами его принятие. Когда вы говорите о работе парламента за сегодняшнюю неделю, вот эту неделю, я прошу прощения, то ни одного закона нормального проголосовано не было. А то, что было проголосовано... А то, что было проголосовано... Одну секундочку. А то, что было проголосовано ни одного закона голосами коалиции, Когда бы коалиция дала 226 голосов, ни одного такого прецедента не было. Таким образом, говорить о том, что проводится какая-то политика, реализуются какие-то вопросы, этого нет. В этой ситуации, я прошу прощения, что это идет из передачи в передачу, мы об этом говорим, но другого действительно пути нет. В этой ситуации президент, коалиция, парламент должны признать, что действующее правительство нелегитимно в силу того, что коалиции нет. Коалиция должна самораспуститься, признать, что ее нет. Мы должны выйти на досрочные выборы, избрать нормальную власть и идти действительно по нормальному европейскому пути, а не обманывать людей, рассказывать непонятное слово. Сергей Рудок, к вам вопрос к члену коалиции. Сергей, уже не первый выступающий, говорит о контроле коалиции над правительством и взаимоотношениях парламента и правительства. Почему мы не наблюдаем вот этого контроля со стороны коалиции? Есть ряд спорных, острых моментов. Ситуация в Минздраве. Сами же депутаты говорят, а что мы можем сделать, нам Кабмин не подает кандидатуру на пост министра. Но почему мы не слышим, что коалиция говорит, так Кабмин, придите к нам, отчитайтесь и объясните, почему вы не подаете эту кандидатуру. Депутаты обвиняют генпрокуратуру в том, что она заявляет, ну там последний пример, Луценко говорит о том, что дело по княжичам будет переквалифицировано по статье умышленное убийство. Проходит две или три недели, сколько, и ни одного после этого фамилии не звучит, ни одного ареста нет, ни о чем. Многие эксперты говорят, да и не ждите, наверное, договорники пошли. Почему? Где здесь коалиция? Где парламент в этой политической ситуации во всем? Почему вы не реагируете ни на что? Вы самоустраняетесь от этого? Я далекий от думки про то, что парламент в нашей стране – это орган номер один. Я еще раз напоминаю, мы же живем в парламентской президентской республике. Я далекий от думки, я поддерживаю своих коллег, потому что есть еще куда идти. Но давайте не будем черно-бело сприймать эту ситуацию. Я наложаю конкретный приказ. Ця среда, бюджетный комитет, выкликал на ковер, то, что вы, я так хочу, не до чего ведете, первого заступника министра социальної политики и запитали, а что с пенсионной реформой? Они нам доповели, мы приняли решение, мы не схвалили все, что они нам запропонували, а суттєво скорреговали. Мы сказали, давайте делать то, что мы обещали, чтобы у нас в березня была пенсионная реформа. Простыми словами, для людей. Дорожний фактор. 18 сечня уряд приймае распоряджение про распорядку костей на дороги державного значения по всей державе. А бюджетный комитет имеет функцию погоджения этого решения, а не погоджения. Бюджетный комитет отказался погоджаться с этим решением, потому что мы считали, что неправильно они сформулировали это решение. Что произошло? Они через два тижня переработали, мы по-новому вынесли, и мы совсем другой перелик дороги затвердили. В варианте номер один, Черкаська область мала мати 44 миллиона гривен на дороги державного значения. В варианте номер два отримала 140. И так по всем областям. Это потому что вы в королиции, Сергей. А вы оттуда депутат. Не треба. Кто хочет работать, всегда для себя работу не идет. Товарищи, не перетворюйте сейчас это в черно-били формат. На дороги причем. Есть вопрос, где парламент влияет. А я не влию. Да, действительно. Что у нас начинается с середа? С середа у нас начинается заявок представников фракции. Про что говорят представники фракции? Что попало? Дуже рідко можно почути про стратегию. Да, как бы деякие наши коллеги, причем незалежно от опозиции, что коалиция говорила про стратегию от в той день середа, у нас совсем по-иншому повернулся бы порядок дня. Не остальное, товариство. Я считаю, что пока мы не отменим прямую трансляцию заседаний Верховной Ради, цирк будет продолжаться. Потому что очень большая количество наших коллег использует эту программу трибуны только через то, что телеканал Рада постоянно это все показывает. Можливость для пиара, понятно. Можливость для пиара. Ваша мысль понятна. Дмитрий Добродомов. Можливый звук выключить. Дмитрий Добродомов. Можно, можно, нужно, Дмитрий. А представители других партий, мы только социал-демократичные, будут тут говорить. Мы так скрізь будем выигрывать. А, видишь, яке было поставлено питание? Куди идемо? Коли на это питание была дана ответственность, принаймні, на папере? Я вам напоминаю, она была дана через месяц перемоги, а это был десь кинець грудня 2014 года в виде коалициональной угоди, которая называлась, ну, коалиция сформировала коалициональную угоду, она называлась Европейская Украина, так, коалиция? У меня вопрос очень простой, я его сейчас поставил, потому что я один из тех депутатов, который подписался под листом, который был скерован президентом Патрой Порошенко, там было две частини. Первое, это что до выполнения программы «Жить по-новому», а второе, что до выполнения коалиции, а имени блоки, ее основой, и наибольшей своей коалициональной угодой. А давайте коалиция відзвітуется перед сообществом, а как она выполнила эту коалициональную угоду? Потому что там, я напоминаю, в закладении были реально очень хорошие реформаторские вещи по всех направлениям. Возьмите, секундочку, секундочку. Я не про уряд сейчас. Я сейчас говорю про коалицию, потому что эта же коалиция, она переформатована, но она не изменяла своей коалициональной угодой. Я уже другого премьера переживаю. Я уже не говорю про то, что не презентировала про выполнение бюджета минулого року, где борги переросли в цей. Так ось, это очень простое вопрос. Я могу остановиться на ключевых законопроектах, начиная от недоторганности депутатов, которые так и не выносят в зал на голосование, закинчивая вопросами о создании ТСК, как нашу конституционную норму. Теперь что происходит в парламенте? На самом деле, порядок денного парламента формуется на улице Банковой. Есть у нас такая улица, она называется «Адміністрация президента». Только там формуется порядок денного. Поэтому все другие законопроекти, от нас, от вас, от тех, кто представляет не в коалиции, и даже от депутатов из коалиции, чтобы вы понимали, рассматриваются сначала там, потом они спускаются в парламент, потом в парламенте начинают ломать через колено, договориться. Как-то нестандавно, кажется, Пан Ринюф обмоговался про то, что так в коалиции была, бюджет проголосовала 270. Это по Фрейду. Потому что он действительно обмогался. Потому что это правдивая коалиция, которая не зафиксована. Потому что в эту коалицию входят две олографические группы, за ганебные передбюджетные голосования голосовав оппозиционный блок, который потом закрився за неголосованием за бюджетные голосования. А, да, за изменение до бюджетного кодекса. голосовало несколько депутатов. Обратите внимание на другое. Я совсем согласен, но обратите внимание на другое. Наш парламент через колено ломали не раз. Были такие случаи. Но чуть ли не впервые мы наблюдаем, когда парламент самоустраняется от работы. Я хочу вам до причины... Вспомните, хотя бы полтора месяца парламент не работал. Так я вам... Я удивлюсь позиция, насправді, позиция депутатов, которые входят в коалицию, то есть в первую очередь БПП и Народного фронта, потому что они разделяют полностью ответственность с урядом, так? Ну, за стан речей, який є. И не вручаючись цьому, так? Вони-то всеми подтвердяючи, розумеючи, что наступный склад парламенту пройде без них и дай Бог, чтобы он без них пройшел. Потому что так, как они работают, когда люди не могут зібраться на работу, а мы говорим вперше, про анализуете, будь ласка, если вы анализуете, вы увидите, первыми, кто не появляется, это сами представители коалиции, которые на себя взяли ответственность. И в хороших законопроектах хороших законопроектах помогаем мы голосованиями, потому что они действительно нужны стране. И без наших голосований бы их не было. А эта решта у нас случается так, что у нас ставятся по 18 разів, вголтуючи цей парламент. Вот так вы думаете? 100% Друзья, згадайте, будь ласка, про выполнение коалиционной угоди, а не звитого уряда. И нехай коалиции, я не могу повторяться, нехай вона просто так відзвитуется по каждому пункту ее выполнение. И тогда все станет на своем месте, где что обещали, а что на самом деле выполнили. Михаил, вам слово. Виктория Васильевича. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей. Виктория Васильевича. 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 Но у меня тогда логичный вопрос. Наверное, Бориславу я его сейчас задам, только если можно коротко. Вот Михаил повторил практически ваши слова, что вас не слышат в парламенте. Возможно, не стоит в этом тогда участвовать. Возможно, стоит отойти в сторону тогда. Украина устала на сегодняшний день от политических скандалов и дрязг. Украина устала от коррупционных скандалов. Европа устала от всего этого. Люди устали. И сейчас есть очень простой выбор. Либо происходит переформатирование в самом парламенте. Это давайте говорить уже правду откровенно. Других вариантов нет. Появляется новая коалиция, появляется новое правительство, где действительно появляются технократы. Это нервные смехи, надеюсь. Либо же, действительно перевыборы. Я вчера разговаривал со своим коллегой из БПП Алексеем Мушаком. И я его спросил, а чего ты хочешь достичь в этом парламенте? Он говорит, я в этом году хочу сделать, провести законопроект о рынке земли, провести закон об электронных услугах и еще что-то. Так конкретно ответить в парламенте о том, чего они хотят сделать, могут процентов 15, не более. И это самая страшная ситуация. Этот парламент в большинстве своем это люди, которые давят на кнопки. Люди без плана, без цели. А Украине нужна стратегия, план и цель. Украине должна будущая история Таши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А от куди мы идем на самом деле, тут у меня есть определенные уважения. Не было предпочено в этой коалиционной угоде, например, внесение изменений до податкового кодекса и с надением преференций величезным олигархам податковых преференций, например, в плате и в отшкодовании ПДВ, в лотерейном бизнесе, або, например, когда мы курятину будем развивать, або определенные преференции для дьюти-фри. Не написано это в коалиционной угоде. И за такие законопроекты не должна голосовать ни опозиция, ни коалиция. Но, на жаль, голосуют. Для меня на этой неделе очень показательной была история в Верховной Раде, знаете, какая? История, вот вы порезли, по-моему, они говорили. История с разорванным пиджаком Сергея Лещенко. Дрались, смотрите, дерутся в нашем парламенте регулярно, да? Вот поймите мою мысль, да? Вот уловите ее. Дерутся регулярно. Но, согласитесь, всегда дрались для чего-то. И мы все прекрасно понимали, и вы, и мы журналисты, для чего общество выбрасывает какое-то очередное обострение. Или у трибуны, чтобы заблокировать принятие нужного кому-то или ненужного законопроекта. Выносили премьеров у нас, тем самым срывая голосование по поводу доверия-недоверия. Это, на моей памяти, вот то, что случилось вчера это было или позавчера? Позавчера. Позавчера. Это первый, по-моему, пример просто разнузданного поведения. Логики. За этой историей не было никакой пиар, ну, вот, подоплеки, понимаете? То есть просто идет один народный депутат, останавливается возле второго, просто бьет его, мочит и уходит. И что? Но после этого, когда он выступал, половина зала стояла и ему аплодировала за это. Вот в чем вопрос. Питание не в том, что, знаете... Ну, это тогда уже получается, что это показывает уровень нашего парламентаризма. Это уже началось в нашем комитете, насправде. Послушайте, друзья, не могу сказать, что там ни за что, вся история началась в нашем... Но выглядит как ни за что. Это проблема из нашего комитета, на правду. Смотрите, первая драка. Вислава, а можно? А можно? А можно? А можно я расскажу? Парасюк. Дайте, Дмитрий, только коротко, Дмитрий. Парна, который выносит за... А вы понимаете, правильно, что вы еще не заэксентировали увагу, что это сталося, напевно, может, и впервые, когда это произошло, бейка между представниками одной фракции. Да, нет, не одна фракция. Это еще важный вариант, потому что кто-то кому-то что-то написал, а іншому это не понравилось. Хотя у нас в комитете все, насправді, было гаразд, хотя это стосовалося на хворому, на хворому в комитете, который собирается. Но я бы хотел сказать, потому что вы, журналісти, правильно все понимаете и видите. Я скажу, как журналіст, много лет и сегодня депутат, я тоже вижу некоторые вещи. И мне кажется, что не только депутаты этим занимаются, потом все это тиражируют. Тиражируют и с утра до вечера обговорюют обдолбаного Добкина, вилетый стакан на ляшка, разорванный... Друзья, да иди, насправді, в парламенте идут дискуссии, насправді выступают люди по справе. Так, возможно, этот законопроект не принимается. Насправді в комитетах іде роботи, і це треба слід говорити. Тому що не можна тільки це. Але те, що цей парламент не виездатний, і не є головним в парламентсько-президентській республіки, це теж факт, доконаний факт. А вот какой результат того, що не говорять с обществом, ми зараз увидим с вами по результатам нашого голосування. Понимаєте ли ви, куди движеться Україна? Да или нет? Ми попросили ответити наших телезрителів, які можуть голосувати на сайте подробності.ua. Так, 13%, 87% – нет. Владимир, даю вам слово, затем просто подытожити, ви мало выступали. Ну, мені кажеться, що це голосування – це отраження нескільки депресивного состояния общества, виконанного соціально-економічними проблемами, в тому числе і повышенням тарифів і некоторими іншими проблемами. На самом деле, самі депутати сказали, що цель определена була ще в 2014 році – це європейські реформи в Україні. То, що є проблеми з реалізацією цієї цели, з цим треба согласиться. Але, на моїй взагалі, все-таки треба видіти позитивні тенденції правительства. В цьому году, кстати, вперві вони предложили довгосрочне планировання. Вот шаг в правильному направлі. Подали в прошлом году, действительно, своєвременно бюджет. Поэтому є позитивні тенденції, але то, що необхідно взаємодістя парламентів, парламентських комітетів з правительством. Вот здесь как раз роль парламента должна проявляться. І я согласен з тим, що, к сожалению, є недостаточне внимання к позиції оппозиційних фракцій. На це обратили внимание і на парламентській ассамблії Союзівської Європи. І це теж вопрос о повышенні ролі парламента і парламентської демократії. Закон об оппозиції. Да. Ну, я не сторонник закону об оппозиції, тому що оппозиція разна. Борислав, а ви як считаєте, оці 89 вже, що можна зробити, щоб вони уменьшалися? Це не довері. Довері абсолютно обосновані. Смотрите, давайте так. Недавно був соцопрос, чітко сказав. На 1-м місці довері максимально к армії, на 2-м к волонтерам, на 3-й к церкві. Це те, хто фактически либо коммуніцірує, общається, либо своїм делом защитив действительно Україну. Ви представляєте, щоб воїн з передової развернувся і вшел би дому? А депутат може не прийти. Задача депутатського корпуса в ближайшє часу – поменять отношення к себе. Меняється оно не на ток-шоу, не словами, а на деле в парламенті. Спасибо. Ви последний, хто успел сегодня выступить. Куда йдем? Этот вопрос я задавал в начале этого часа. Ви сами видели, как отвечали наши гости. Кто-то действительно рассуждал о движении Украины, о том, куда нам нужно двигаться. Кто-то просто уходил от ответа. Выводы, как всегда, делать вам. Это було «Черное зеркало», напоминаю, самое популярное политическое ток-шоу «Страны». Встретимся с вами уже в воскресенье. Подробностях недели ровно в 20 минут. Продолжение. Продолжение следует...